Макрон окончательно стал макряном визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Франции настолько обрадовал президента Франции Эммануэля Макрона, что тот даже решил сделал запись на армянском языке о поддержке Армении. Теперь Макрону можно смело сменить фамилию на Макрян. Вот до чего докатилась некогда великая держава. Макрон, видимо не в курсе того, что гладить по головке никого нельзя, чревато потерей руки. Точно так же Армения крылась в верности России, называя ее союзницей. Как итог, Армения почти два года игнорирует заседание ОДКБ и обвиняет Россию чуть ли не по каждому поводу. Рано или поздно, та же участь постигнет и Францию. Но и армянам не стоит обольщаться. Ведь Франция всячески потакает армянам не за красивые глазки. Цель Парижа — присутствие на Южном Кавказе, а Армения является лишь инструментом этой политики. Может в Ереване этого не понимают и считают, что Франция действительно хочет помочь своему вассалу. А может понимают и просто пытаются найти рычаг для трансформации отношений с Москвой. И если это случится, то политический имидж Франции получит очень серьезный ущерб. Столько усилий, денег и попыток исправить ошибочный политический курс в Африке за счет проникновения в другой регион войдут в историю как воплощение внешнеполитического провала. Но в любом случае Ереван будет в этом партнерстве подчиняющейся стороной, которая будет послушно исполнять указания и рекомендации, поступающие из Парижа. Ценой такого союза будет отсутствие гибкости во внешней политике. И это может обернуться серьезными потерями для Армении. Ведь интересы и цели Парижа могут разойтись с введением в Ереване. Такой конфликт интересов приведет к серьезным вызовам для армянской безопасности и создаст риски для политиков. За любую помощь, которую окажет Армений Франция, придется расплачиваться. Сейчас Франция инвестирует, но придет и время расплаты, и Еревану придется платить. А взамен останутся лишь списанная французская техника и сентиментальные, но бесполезные жесты, наподобие твитов Макрона.